Однажды пивовару из компании Ватавара приснился ужасный сон. По ячменному полю за ним гонялось странное существо. С виду вроде человек, но ежель приглядеться, он был вот таким. А голос, сидящий в голове, говорил, «Вот что становится с человеком, который пьёт молоко вместо пива!» Ха-ха-ха! Всем привет! Вы снова на Бирбековине! Да, упаси Боже, увидеть такое даже во сне. Вот лично я бы не хотел, чтобы за мной такой мужик гонялся по полю. А главное, с какой целью. Может, он хотел, чтобы его подоили. Только не надо вот это вот сейчас визуализировать. Ну так вот, проснувшись вот там, пивовар из компании Ватавара сказал себе, раз она всегда, «Нет, не бывать этому!» И решил, поскольку молоко нужное и полезное, а пиво любят все, почему бы их не совместить? И почему бы не объединить белое молоко с тёмным пивом? Так и появился Милкстаут. Это, конечно, шутка, но идею этой сказки навеяла корова, нанесённая на этикетку в банке Милкстаута Курки-Йоки. Вот это вот милое создание. И сегодня мы как раз этот стаут и рассмотрим. Кстати, название Курки-Йоки с финского языка означает «журавлиная река». Это небольшой посёлок. Ранее был городом в Карелии. С 1668 года, имеете в виду это почти середина 17 века. И до самой революции, до 1917 года он был Кронборгом. Крон – Борг, Крон – Корона, Борг – Крепость, Королевская Крепость. Ну, мы знаем, да? Берг – Гора, Бург – Город, Борг – Крепость. Затем данный торговый городок был переименован в Кирияж. И, собственно, дал название Кирияжскому погосту. Я знаю, в республике Коми есть Княж погост, а тут вот, значит, Кирияж погост. Кирияж. Кирияж – название происходит от Кириелов или Карелов. То есть это карельский городок, который появился в новгородских летописях, в берестяных грамотах, именно под этим названием – Кирияж. А сейчас этот населённый пункт существует как посёлок Курки-Йоки. Посёлок Курки-Йоки – живописное место в Лагдоповском районе и настоящий кладезь знаний о древних карелах. Эти места хранят память о людях, поселившихся на берегу Ладоги много веков назад. Здесь археологи обнаружили городище, орудия труда, оружие и украшения. Именно здесь карелы сформировались как нация, и именно здесь сделали свой исторический выбор, приняли православие. Население этого посёлка, внимание, на 2013 год составляет 933 человека. Не тысячи, 933 человека. Это 10 лет назад, друзья мои. А ведь первое упоминание о нём было ещё в 1396 году. Но обратите внимание, казалось бы, маленький посёлок, никому неизвестный, с населением меньше тысячи человек. Но вот товарцы, я бы даже сказал, наверное, вот товарищи, запекли это название прямо в торговую марку. И теперь, когда люди будут пить это пиво, любопытные из них, не поняв, что вот это написано, наверняка полезут куда-нибудь в Википедию, будут смотреть и узнают про этот посёлок, про это место. Вот что значит сохранять память всеми доступными способами, даже изготовлением пива. Но только я не понимаю, почему об этом нет ни слова на этикетке. Смотрите, сколько места. Место вагон тут, море, книгу написать можно. Но почему-то вот про этот посёлочек нет. Название есть, а хотя бы какой-то информации нет, к сожалению. Вот, ну что, давайте перейдём к самому напитку. Итак, характеристики. На экране вы видите бутылку, у меня баночная версия, но это тоже самое. Итак, стиль Milk Stout, категория тёмная, нефильтрованная. Выпускается и в банке, и в бутылке. Вот как раз банка у меня в руках, бутылку вы видите, значит, на картинке. Крепость 4,7, плотность 15, IBU 16. И хмели у нас, значит, Nugget и Vila Med. Ну, по основным характеристикам, что тут сказать, 4,7 нормальная для обычного пива. Плотность 15, вполне себе. IBU 16, то есть горчинка будет, но это практически вообще незаметная, скорее всего. Потому что с учётом того, что это всё-таки Milk Stout, то вот эти 16 IBU здесь, они не дают горечи, они дают, скорее всего, сухость. И то, наверное, она будет где-то в самом конце. Хорошо, смотрим, что у нас по хмелям здесь получается. Значит, Nugget, американский хмель, весьма известный. Из него готовят очень много сортов пива. В основном используется в имперских элях. Характеризуется резкой классической горечью. Раскрытие вкусов. Пряности, сушёные травы, смолистые ароматы, нотки груши и персика. Мы уже сталкивались со всякими грушами и персиками, которых нету даже ни в нотках, даже ни в теле, нигде. Но всё может быть, поэтому смотрим другой хмель, а конкретно Виламет. Это вообще река в Америке такая, Виламет. Соответственно, хмель тоже американский, не горький, скорее относится к ароматическим. Раскрывается такими пряными и цветочными нотами. И иногда с ароматом чёрной смородины. И трав, между прочим. Это по хмелям, которые по описанию. Теперь, что жду я лично? Как и большинство милк и милкшейков всяких разных стаутов и других сортов. В первую очередь, естественно, я жду здесь в присутствии лактозы. Молочная сладость, такой какой-то сливочный оттенок, чего-то вот этого. Мороженка такая. Потом, что ещё? Ну, конечно, так как это всё-таки стаут, это тёмный сорт. Значит, в моих ожиданиях тут должно присутствовать такой, как домашний тёмный такой квас. Вот такие нотки послевкусия, не знаю. Но, скорее всего, с учётом того, что тут 16 АБЮ, всё-таки оно что-то должно давать. Горчинку её, наверное, не будет. И она уйдёт где-то на задний план куда-нибудь в догонялку на сухость. Это то, чего я жду. Ну, теперь у нас есть описание, у нас есть моё ожидание. Давайте посмотрим, что нам наобещает производитель. Вот, что говорят два товарища. Молочный стаут верхнего брожения, сварен в лучших традициях английского пивоварения. Пиво имеет мягкий аромат. Жареного зерна. Ну, да, жареного. Хорошо, я соглашусь, я его тоже подожду. Потому что тёмный сорт, понятно. С нотками кофе и шоколада. Вот тут... Ладно, посмотрим. Во вкусе ощущается бархатистая сладость. Вот, сладости я жду. Напоминающая ароматный сладкий кофе с молоком. Ну, я сказал, лактозу я жду. С пикантной горчинкой. Горчинку не жду, разве что он в конце. Пьётся легко и ненавязчиво. Проверим. Особую сладость ему придаёт добавление молочного сахара, лактозы. Ну, это я уже сказал про него. Которая не сбраживается пивными дрожжами. Рекомендуемая температура подачи 10-12. Ну, у меня она уже на столе чуть-чуть поднагрелась. Ну, конечно, не 12 здесь, но где-то градусов 16, наверное. Что ж, обещания посмотрели. Ожидания я вам свои сказал. Описание почитали. Переходим к самому интересному. Open Cam называется, да? Это как бы от бутылки, а вот пц-тынь, это банка. Да, ну, поехали. Цвет. Стакан большой, она сюда вся войдёт. Ну, и вот, как мы видим, весьма тёмный напиток. Где-то у меня тут... Сейчас, секунду. Вот, что у меня есть. Видим. Свет даже не пробивается. Вы представляете? Ну, вообще... То есть, он настолько плотный на уровне чёрного. Не знаю прям. Однако, обратите внимание, как быстро села пена. Она раз и практически вся улеглась. Ну, вот эта плотность. Плотность 15, ну, как бы... Плотность-то хорошая, в принципе, но хотелось бы вот... Хотя, чё я говорю? Надо пробовать. Хотелось бы. Чё мне эта пена? Пускай она уходит. Аромат весьма ожидаемый. Что здесь? Здесь нотки чёрного хлеба, прям вот корочки такой. Здесь, да, есть что-то кофейное. Насчёт шоколада... Ну, может быть, лёгенькая-лёгенькая. Соответственно, всё, что по описаниям хмелей, которые там нету, ни персика, ничего этого нету. Сладость, наверное, будет, но это же вкус, а мы пока запах проверяем. Ну, в общем, что сказать. Вполне себе узнаваемый запах стал там. Пока молочки здесь тоже нету, никакой. Хлеб, квас, кофе. Вот то, что ожидалось, но, в принципе, и описано было. Теперь самое интересное, вкус. Как интересно. Они тут пишут. Пиво имеет мягкий аромат. Ну, я скажу, что оно идёт мягко. Оно пьётся, как будто у вас горло прям маслом смазано. Не знаю, это интересно. Вот эти газики, пузырьки, они не колятся, ничего. То есть, такое ощущение, как будто оно прям вот по смазанному. Сбалансированность потрясающая. Но не вижу я тут молока, ни лактозы, ничего. Значит, если она тут есть, то только, наверное, для смягчения, умельчения, наверное, самого тела. Сухость, я сказал, что жду сухость, темно, да нету её тут особо. Ну, такая, знаете, ни сухость, ни горчинка. Сейчас скажу. Если вы когда-нибудь ели вот эту подпёкшуюся чёрную корочку у чёрного хлеба, вот, когда её съешь, на нёбах во рту остаётся такой, ну, горечь, не горечь, можно назвать. Ну, если вот это те самые 16 IBU, то, ну, да, вполне себе нормально. То есть, про какой кофе тут горят, не знаю. Здесь реально больше именно чёрный хлеб. Вот, ну, там моё сугубо такое личное ощущение. Очень приятная штука. Нету сладости, которые я ждал, и это хорошо. Я думал, сейчас будет банальный милкшейк стаут. Вот здесь от молочки, ну, не знаю, нету ничего, кроме, наверное, ну, того, что оно мягко очень идёт. Очень мягко. Вы знаете, что иногда молоко смягчает кофе, да, когда кофе сильно горький, да, чуть-чуть буквально сливок капнешь, а оно мягче становится. Здесь что-то похоже. Ну, в общем, те, кто от слова «милк» сразу представляет себе сливочный привкус, его здесь не будет. Те, кто боится слова «милк» из-за того, что обычно там сливочный привкус, не бойтесь. В этом напитке всё нормально. Можно было даже «милк» не писать. Да, такой бы я взял, если бы встретил. Что-то меня в последнее время некоторые крафтовики прям удивляют. Раньше всё прям было, или я так выбирал, покупал, не знаю. Всё прям одинаковое практически, а тут что-то всё какое-то разнообразное стало. Да, отлично, отлично. Естественно, «бирпикрин» рекомендует, как говорится. При том, что я как бы не скажу, что я там большой поклонник стаутов, хотя, ну, вот такие можно, такие бы я пил, да. Просто большинство из них слишком как-то всё одинаково и похоже на домашний квас. Собственно, я этого и ждал. Здесь нет, здесь немножко другой. Это уже чувствуется сорт, это уже пивасик. Ну да, интересно. И не тот, который там, мы в масс-маркете покупаем тёмное пиво. Попробовать оттуда и попробовать. Это две разные планеты. Поэтому, конечно, да. Берём на заметку. Если вам удастся попробовать этот напиток, пожалуйста, напишите в комментариях ваши ощущения. Мне же тоже интересно с чем-то сравнивать. Собственно говоря, также я жду от вас подписки на канал тем, кто ещё не подписан. Ну и лайков тех, кто подписан. И желательно комментариев. На этом я с вами прощаюсь. Пока-пока. До следующих обзоров на «Бирпикрине». «Бирпикрине»